А каким образом вы пытаетесь сохранить немецкую культуру, немецкие традиции, обычаи? Под понятием немецкая культура, наверное, в первую очередь подразумевается язык. Как немцы вообще оказались на Оренбургской земле? В основном это связано с указом Екатерины II. Мне дорог немецкий, я горжусь тем, что я немецкий. Немцы в Германии друг к другу в гости не пойдут без предупреждения. В плане одежды, в плане они свободней выражают свою индивидуальность. Наши оренбургские немцы живут с русским размахом. Здравствуйте. Спасибо, что вы сейчас с нами. В студии национального аспекта координатор Оренбургской областной общественной организации немцев возрождения Ольга Абельцева. Здравствуйте, Ольга Давидовна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чем ваша организация занимается и как давно существует? Нашей организации возрождение в этом году исполняется 30 лет. 30 лет назад Международный союз немецкой культуры на местах образовал, так скажем, самоорганизации российских немцев, чтобы осуществлять деятельность по подтверждению идентичности, по сохранению немецкой культуры. И вот до сих пор в регионах России существуют такие организации. В частности, наша Оренбургская областная общественная организация немцев, или мы дальше будем говорить, это Центр встреч, или Центр немецкой культуры, уже 30 лет, как работает в области. И у нас недавно прошли 27-е дни, областные дни немецкой культуры. А каким образом вы пытаетесь сохранить немецкую культуру, немецкие традиции, обычаи? Ну, под понятием немецкая культура, наверное, в первую очередь подразумевается язык. У нас в области работают многочисленные этнокультурные клубы по возрождению, по интересам на немецком языке. Это ряд таких этнокультурных клубов в Орске, в Красногвардейском районе, в Переволодском районе, в городе Оренбурге. В Центре встреч у нас сработают три группы курса немецкого языка. То есть сюда могут прийти любые желающие российские немцы, те, кто хочет дальше изучать, или просто не забывать язык. У нас есть разный уровень, и группы у нас, в общем-то, постоянно набираются. А помимо изучения немецкого языка, какие мероприятия ваша организация еще устраивает? Хороший вопрос. У нас постоянно проходит в Центре встреч, и в каждом филиале в области постоянно проходят какие-то мероприятия. Ну, наряду с обычными традиционными праздниками, неделю назад немцы отмечали Пасху, светлую Пасху. Вот через неделю мы будем, молодежный клуб у нас будет проводить кинолектории, это фильмы, немецкие фильмы, их просмотры и обсуждения. Совсем недавно мы провели конкурс кулинарный калейдоскоп на лучшее немецкое блюдо в нашем Центре. Традиции стараемся поддерживать. Когда мы собираем раз в год или два раза в год, мы собираем областные дни немецкой культуры, мы привлекаем туда сеньоров, то есть людей пожилого возраста, мы привлекаем туда художественную самодеятельность, обрядовые выставки, там выставки кухни, выставки быта российских немцев. Приглашаем туда всех желающих, и, в общем-то, мы находим отклик. Последний раз у нас в зале на 800 человек было, может быть, мест 100 свободных. Все было забито. Скажите, пожалуйста, вы приглашаете на ваши мероприятия исключительно немцев или нет? Нет, не только. Мы приглашаем всех желающих на мероприятия. Потому что очень часто люди других национальностей тоже интересуются нашей культурой и с удовольствием приходят на мероприятия. Ну, допустим, на дни культуры к нам приходили с диаспоры Чечен, этот коллектив АССА к нам приходил поздравлять, русский коллектив. Очень довольно часто мы встречаемся с польским обществом. Они тоже приходят к нам на праздники. Может быть, это потому, что это тоже католическая вера. Может быть, поэтому. И мы приглашаем, в принципе, всех желающих. А на праздники кухни недавно у нас было заявлено 6 человек. Российских немцев было 5, а один молодой человек 15-летний. Это был ученик гимназии 8. Он вообще-то татарин по национальности. Но готовил немецкое блюдо, и готовил успешно, и защищал немецкую культуру. Вот каково ваше отношение к церкви? Ну, как бы я верующий человек. Поэтому только уважение. А немцы, как правило, они католики, протестанты? Ну, вот, среди тех, которых я знаю, очень много католиков. Есть лютеране. Вот откуда я родом, Александровский район, Переволодский и Красногвардейский, там в основном были менониты. Менониты – это тоже протестантское, так скажем, течение. Менон Симмонс был такой, который когда-то... Вообще он голландец в национальности, но на севере Германии он образовал дешевую церковь, скажем. И люди к нему пошли потихонечку. Церковь эта передвигалась дальше. Таким образом, мы оказались здесь в 1895 году. Мои предки. Ваша организация общается ли с подобными организациями, которые существуют в других государствах? Ну, вот год назад, как мы подписали соглашение с немцами, Германия, это землячество Норд-Райн-Вестфалия. Землячество, но русских немцев опять, российских. И вы постоянно взаимодействуете? Да, вот теперь мы собираемся отправлять туда духовой оркестр, а на следующий год мы их всех приглашаем к нам на 120-летие заселения села Кубанки. Переволодского района. Мы будем там проводить властные дни немецкой культуры. Ольга Давидовна, а не могли бы Вы чуть подробнее рассказать, как немцы вообще оказались на Оренбургской земле? Ну, в основном это связано с указом Екатерины II, это 1763 год, если я правильно, да, 255 лет было недавно, когда она разрешила людям всех национальностей заселяться там, где они хотят. Вот наши немцы, то есть мой род, находились тогда в Украине. И они приехали сюда целыми семьями, селами, тогда их называли колониями. Есть немцы по-волжски у нас в области тоже, которые попали на Волгу, Маркс, Энгельс, Саратов, а потом переехали сюда. Кого-то ссылали в Сибирь, потом они оказались здесь. У нас в Оренбургской области несколько, так скажем, диалектов немецких. То есть бугорусланские немцы не понимают наших минонитов, минониты не понимают агбулакских немцев. Так очень интересно, ну получается, что жили, наверное, в других местах, и очень крепко дорожили своими традициями, и все это сохранялось. А местное население Оренбургской области легко ли приняло немецкое переселение? Я знаю, что моя бабушка в 1895 году, это первая родилась в селе Ждановка Александровского района. Тогда это был Кичкасский район немецкий. Туда приехали люди из Украины. Помещик Деев был такой, который привез всю эту колонию. Мы строили землянки практически в степи. Ни воды, ни леса рядом не было. Обустраивались. Но хочу сказать, в мое время, когда я училась в школе, колхозы наши были миллионерами все. То есть наши села процветали. Я выпускалась из школы, у нас было 103 выпускника. В Ждановской сельской школе. Повлияло ли немецкое переселение, то есть сами немцы, на тех жителей, которые уже жили в Оренбургской области? На их культуру, своим менталитетом немецким? Да, я думаю, что да. Может быть, какие-то примеры вы можете привезти? Ну вот смотрите, я жила до пятого класса, я жила в русском селе, в Новоникольске. А после пятого мы переехали в Ждановку, в наше родное село. Папа был учителем, его отправляли работать в школу, туда именно в Новоникольское. И ученики с Новоникольской школы заканчивали 9-10 класс именно в Ждановской школе. Очень много было таких приятных отзывов и взаимозаменяемых действий. Мы дружим до сих пор. Колхоз этот потом, село Новоникольское, это был колхоз Фрунзе, присоединили к нашему колхозу, потому что он был отсталым, его присоединили к колхозу Прогресс. И все нормализовалось, там допустим, ну чисто порядок какой-то, что ли, дисциплина, там допустим, в колхозных фермах, вот это все подтягивалось. А местное население Оренбургской области могло ли как-то поменять менталитет немцев, которые переселились к нам? Да, конечно. Как говорят немцы из Германии, что наши оренбургские немцы живут с русским размахом. То есть вот если вы въедете в немецкое село, вы увидите огромные дворы, территория до дороги большая. Это, конечно, ну в Германии такого редко встретишь, потому что каждый клочок земли дорог, и он делится. А у нас это чисто русский размах. Гостеприимство русское тоже перешло к нам. И язык, как вы сказали, уже тоже поменялся, потому что у нас в Оренбургской области несколько диалектов немецкого языка. И как вы думаете, или может быть вы знаете, оренбургский диалект немецкого языка в Германии поймут или нет? Не везде, но где-то понимают. Лично на опыте. Но в то же время нелегко им это дается, да? Ну не совсем, да. Являетесь ли вы сами этнической немкой? Да. И папа, Давид Давидович Леп, мама моя, Вал Зара Петровна, чистые немцы, и я вот их дочь. Когда вы росли между собой и вас в семье, говорили на каком языке? Очень старались оставить наш немецкий диалект. Хотя жили в русском селе, то есть общались со всеми по-русски. Папа был учителем всегда, и поэтому наш дом всегда был полон гостей и людей. Папа был еще и фотографом, папа был еще и художником на селе. То есть вот вокруг нас было всегда много народу. То есть можно сказать, что немцы талантливые люди? Ну, возможно, не все, но вот мой папа, да, я считаю так. А со своими детьми сейчас вы на каком языке разговариваете? На русском, к сожалению. А вот почему вы решили не продолжать вашу традицию общаться? Нет, я так не решила. Я очень хочется продолжать эту традицию. И бывает, что мы с сыном разговариваем на диалекте, но он только понимает и отвечает по-русски. То есть это, видимо, может быть, потому что был муж русский. Ну, в принципе, никто, мне не виноват, надо было в семье это сохранять. Но теперь внук у нас ездит в лагерь этнокультурный и учит немецкий язык, и очень доволен. Учитывая то, что ваши родители были немцами и старались разговаривать с самым вашим рождением на немецком языке, является ли этот язык для вас первым, а русский – вторым? Не могу сказать так. Я очень люблю русский язык. По специальности я учитель русского языка и литературы. Живу в России, поэтому как бы мне дорог немецкий, я горжусь тем, что я немка. Ну, язык русский, ну, как бы, наверное, на первом месте. А вам на каком языке проще разговаривать? На русском. А вообще, этнические немцы – это россияне или больше все-таки германцы, то есть немцы? Нет, я считаю полностью, что это россияне. То есть они уже адаптированы в культуру? Ну, смотрите, если с конца 19 века, они живут уже в нашей области, до этого они жили там в Украине еще где-то, ну, какие мы? Те этнические немцы, они уже давно передали свои, скажем, свою наследственность нам, а мы выросли среди русских, и я думаю, что мы все-таки больше русские. А как немцы у нас в стране, и в частности в Оренбургской области отмечают 9 мая? Наша общественная организация «Возрождение» в прошлом году участвовала полностью в бессмертном полку. наше немецкое село, которое находится вот в Александровском районе, по сей день уже очень много лет. Сейчас там немцев практически не осталось, но традиции все остались. Мальчишки и девчонки, школьники, они готовятся к Россу именно на 9 мая. Утром их везут на автобусе за 35 километров в райцентр, у обелиска проходит митинг в 6 утра, там, например, или в 7, ну, как по времени, и дают им старт, и они бегут до Ждановки, там, где у нас будет проходить митинг, бессмертный полк по селу ходит каждый год. У нас демонстрация на велосипедах, дети от 2 лет и старше едут украшать свои велосипеды, это очень трогательно. Это традиция уже много лет. То есть вот школа у нас была очень сильная такая, и когда первый раз представители милиции, полиции, вернее, должны были сопровождать вот этих бегунов, они поулыбались, типа, это будет 10 метров, а дальше они сядут в автобус. Но когда они увидели, что пятиклассники и восьмиклассники бежали 35 километров, что в автобус их сажали силы малышей, чтобы они чуть-чуть отдохнули, они говорили, нет, но это дорогого стоит. Участник войны у нас был, вот сколько я помню, один. И то только потому, что он поменял свою фамилию. Фамилия у него была Зиминц, а на фронте он был как Симонец. И у нас на все села нашего колхоза был один участник войны. Всех остальных мы честовали как ветеранов труда и трудармейцев. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ольга Давидовна, давайте теперь посмотрим. Теперь мы с вами перейдем к сообщениям от наших телезрителей, которые отправили свои вопросы к нам в группу гильдии межэтнической журналистики в социальных сетях. Угу. Сергей Максимов из Орска интересуется, какие положительные черты характера могут перенять у немцев другие народы? Ну, я считаю, что это в первую очередь скромность и трудолюбие. Может быть, еще пунктуальность? Можно пунктуальность добавить. Можно много добавить, но это сейчас уже немножечко расплывчато, согласитесь. И у русских есть и пунктуальность, и непунктуальность, как и в нашей нации тоже. То есть существует такой стереотип, что у немцев всегда в доме порядок, на улицах порядок. Это действительно так или совершенно разные есть немцы? Ну, из всяких правил есть исключения, согласитесь. Хотя, допустим, у нас по селу ходил такой анекдот. Женщины села Каменка соревновались в аккуратности. Белые покрывала, все по стрелочке заправлено. И вот однажды женщина работает на улице, а приехал представитель районной энергетической сети посмотреть счетчик. Она подхватывается, бросает свою мотыгу и летит вперед него, чтобы забежать в дом. Он понимает это, что она, наверное, там что-то делает. А она летит в дом, чтобы посмотреть, а вдруг там какая паутинка на счетчике. Это же в углу и высоко. И когда они глазами встретились уже в доме, и рассмеялись, ну вот, потом это долго ходило как анекдот про немецких женщин. Андрей Новиков из Оренбурга пишет. Мой сын в школе изучает немецкий язык, но он ему абсолютно не интересен. Как пробудить у ребенка желание учить с удовольствием этот язык? Ну, во-первых, мы этого ребенка приглашаем к нам в центр на курсы к Алисе Валерьевне или к Светлане Сергеевне. И у него вот стопроцентно появится интерес к немецкому языку. Потому что у нас мы изучаем не только язык, еще и традиции, еще и обряды какие-то. Все это и на практике, и на музыке. Допустим, если он изучает немецкий язык, мы его по-любому ждем в нашем центре. Пусть приходит, пусть участвует в нашем небольшом конкурсе, и летом едет с нами в лагерь немецкий. Этнокультурный. После которого вообще он не захочет изучать никакой другой язык. Ольга Давидовна, знаете, вот несколько лет назад в какой-то телепередаче, я уже не вспомнил название, нашего российского телевидения, выступал переводчик с французского языка на русский. И он заявил, что у него перед людьми, которые владеют только одним языком, большое преимущество. Потому что, как он выразился, как я сейчас помню, он видит окружающую действительность как будто под разными углами. И отсюда у меня вопрос к вам, как к человеку, который владеет в совершенстве двумя языками. Чувствуете ли вы, что вы видите этот мир несколько красочнее, несколько, может быть, обильнее, интереснее? Может быть, вы видите какие-то оттенки, которые не суждено увидеть человеку, который знает всего лишь один язык? Ну, если можно, я скажу. У нас в центре есть этнокультурный клуб, кукольный театр. И ведет его Юрий Сошников. Я думаю, весь город его знает. Юрий Сошников, русский по национальности. Немецкий язык знает лучше всех немцев. Казахский язык знает в совершенстве. И украинский тоже знает язык. То есть, вообще, он, может быть, поэтому он очень интересный как человек. Алена Горещук из Первомайского района спрашивает. В чем сходство и различие между немцами, живущими в Германии, и этническими немцами, которые проживают в России? Вот совсем недавно я была в Германии, на семинар ездила по социальной работе от Центра немецкой культуры. И вот такая картина. Немцы в Германии друг к другу в гости не пойдут без предупреждения. То есть, они ходят к врачу, в гости, куда-то только по термину. Как назначили термин, так и идут. Нам это пока неприемлемо. Нам хочется, чтобы нас встречали в любой момент с распростертыми руками. Я думаю, что это мы позаимствовали у русских. И как бы я на стороне нашего менталитета. Это же все-таки менталитет. Немцы в Германии, я бы не назвала их аккуратными. Вот так. В плане одежды, в плане они свободней выражают свою индивидуальность. Они ходят так, как им удобно, так, как им нравится. В мятой футболке, не в мятой футболке. Ему удобно, и он идет. Они могут на свадьбу прийти в джинсах, допустим, и в мятой тоже футболке и так далее. Немцы России к этому относятся совсем по-другому. Немцы, наверное, все немножко скрытые. Скрытные, как правильно сказать. То есть вот то радушие, которое, допустим, в немецкой, в Германии, в магазине оказывает любое. Ну, то есть этикет или умение там работать, да, достойно. Оно же, как бы, натянутое, оно же искусственное. Они всем радуются, всем говорят комплименты и всем, не думая о том, что они делают это, как бы, я бы сказала, натянутое, неестественно, да. Наверное, у нас такое когда-то бывает. Хотя тоже, я думаю, что мы больше к русским уже. Спасибо вам, Ольга Давидовна, за этот откровенный разговор. Спасибо вам, что все это время вы были с нами. И не забывайте, что хоть мы все и разные, но мы равные. И мы вместе. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...